У Филиппа фотосессия сегодня. Филя, нас не надо фотографировать. Всем привет, ребята. Мы снова на связи, у нас все хорошо. Мы только приехали с магазином, ездили за продуктами. Сейчас будет распаковка, то есть я буду распаковывать сумки. Детвора в школе, да, мы еще учимся до... Последний учебный день у нас какого числа? Девятого или седьмого или восьмого? Нет, какого числа у нас последний день? Сейчас посмотрю, какое число. Седьмого июля последний день учебный. Но они сейчас особо, знаете, не учатся, домашнего задания нет. Я не знаю, какой смысл ходить в школу, ничем не занимаются, только играют. Девчонки тоже особо уже все тестирования прошли. И сейчас они ходят то в бассейн, то в кино, то еще куда-то, то в какие-то походы, то на велосипедах. Ну, в общем, уже все. Могли бы сделать эти две недели, прибавить к каникулам основным. Батарейка садится, камера лежала, долго я ее не трогала. Некогда было снимать влоги, занимались своими делами. Вообще я снимала периодически. Знаете, такие небольшие кусочки я буду, наверное, вставлять. Вы даже не поймете, в какой день мы это снимали. На прошлой неделе я несколько кусочков засняла. Начинала снимать, потом не получалось. Бросала это дело, времени не хватало. И, в общем, эти кусочки, которые я наснимала, я вставлю в этом влоге. Продукты, которые полные сумки. Время 11.20. Витаминки нужно выпить. Пью рыбий жир. Где моя баночка? Тут где-то моя одна банка покрашенная. Я вот здесь вот нарисовала карандашом, потому что одну баночку пьет Лео, и одна баночка моя. Зелененькие. По три штучки. Лео, раз по съесту масты. Сразу три. Так, ладно, поехали дальше. На этой сковородке очень удобно готовить, потому что она квадратная, очень большая. И, получается, она не полностью прогревается. Вот эта вот часть приходится вот так немножко двигать, чтобы здесь приготовилась. А так она только посередине горит. Я соберу вот такие вот большие коробки, сразу по 15 штук. Упаковочка. Вареная кукурузка. Что я люблю, детки. И вот это и вот. Такой напиток протеин. Это наш папа пьет. Только проблема в том, что мне некуда потом вставить это все в холодильник. А у меня уже, получается, тут заполнено. И куда я это буду все ставить? Не знаю. Не поместится так. Как-то впихивать. Нужно туда-сюда. Вот. Одной бутылочке в день выпивает. Или берет с собой на работу. Видите, уже тут поджаривается. Очень не готово. Вот такой же салатик я беру уже нарезной. Уже удобен соус наливится. Это деткам в школу. Здесь такие сухарики и сыр плавленый. Свежий хлеб взяла. Серенький беленький. И в машине мы ставим мороженое. Ходим заки. Надо заморозить. Она уже точно все растаялась. Это наша морозилка. Мы сюда все прячем. Чтобы дети не наблюдали. Они сюда никогда не смотрят. Поэтому, если нам что-то нужно убрать, мы сюда убираем. Чтобы никто не нашел. Я иду. Они смотрят только в той морозилке. Здесь они никогда не смотрят. Они знают, что сюда никогда ничего не кладем. Это наш секрет такой. Ксюша попросила купить такую вот лапшу для фунчозы. Хочу приготовить. Нашла вот эту рецепт. Она там в тиктоке. В общем, будем делать фунчозу. Маргоша сегодня не на велосипеде. Папа за ней поехал. И ты куда? Нет, я тебя не выпущу. Уйди. Уйди. Смотрите, какую классную штуку сделала Ксюша в школе. Такой вот стульчик пляжный. Я когда увидела, я не могла поверить. Думала, а как так? Вот такие вот классные штуки они делают на трудах. Все сама. Все сами шьют. Такая вот подушечка под голову. Вот это все на машинках прошивают. Все сами. Я не могла поверить, что это сделала она. Супер стульчик такой здесь стоит. Прям красиво вписался. И удобный, кстати. Она мне как-то говорила, что они там делают стульчики. Думала, ну какие-то там маленькие будут без спинок, без ничего. Просто так сидеть. А вчера за ней поехала. Мама говорит, приедь за мной. Поехала за ней. Смотрю, стоит со стулом огромным. Вот это стульчики. Ну все, можно мебель производить и продавать свою. Открывать свой мебельный салон. Все, иди. Можно регулировать спинку. Пониже, повыше, как удобно. Вообще прям детальки так ровно вырезаны. Все они сами вырезают, шлифуют, закручивают. Все сами делают. Классно. Каролинка идет. Вот это мой гимнастик. Привет. Вот это мой гимнастик. Нет. Нет, давай заходи. Сейчас Филипп убежит. Привет. Как дела? У тебя уже косички распушились. Можно перезаплести. Я заказала на Алиэкспресс. Есть каниколоны цветные. Хочу заплести на лето. А ты куда? Целиться. Иди отсюда. Кучу ему колбаску. Так, а мы сыр купили или не купили? По-моему, мы сыр не купили. Сыра нет. Авокадо, яйца, колбаска, хлебушек. Кто что хочет. Да? Ты что будешь, Ксюш? Ничего. Ксюша без настроения. Она вчера так устала. Замучилась. Сгорела. Они в бассейн ездили. Она не купалась. Пока они до велики доехали, до бассейна и обратно, у нее ноги все сгорели. Нужно было тебе в штанах быть тогда, а не в шортах. Руки сгорели. Вот эту руку покажи. Вот так еще. Вчера вообще красная была. Ноги не так сильно болят? Болят. Болят. О, Маргоша приехала. Привет. Я же сказала. А, ты сказала, я не слышала. Как дела? Маленько. У меня там белье лежит так красиво. Нужно его пересортировать. Маргоша сидит, заполняет это. Резюме хочет подать. Вот. Составила резюме. Кто там? Мне нужно искать работу. Практику. Не практику, а это как называется, блин? Практику типа. Выбираешь профессию себе и потом ищешь практику. А, я сижу, вижу книжку. Голова готова. У меня есть такая погремушка. Я хочу, чтобы у этой погремушки была еще полноценная игрушка. Надеюсь. Типа такого буду взять, только большая. Цвет немножко не подходит, но такой приближенный не сильно отличается. Маркошка поехала. До пяти? Окей. Бассейн у нас. Нагревается. Ох, какая водичка. Мы вытащили ему наш аквариум. Хочу его помыть. В порядок привезти и выставить на продажу. Продать уже все. Хомячков заводить больше не будем. Нужно его в порядок привезти да продать. 31 градус. Воду мы еще не меняли и спрашивали, что мы добавляем. Сейчас я покажу. Мы добавляем хлорку и еще одну бурьку. Только водичку добавляла, но мы ее прям полностью не сливали. Так как дети купаются и постоянно ее выливают. Поэтому я ее только добавляю. Так, так, вот у нас эта хлорка. Таблетками. Таблеточки. Это хлорка-порошок. Порошком засыпаю прямо в бассейн. И вот такую вот жидкость мы еще наливаем. Эти альгин. В общем, не знаю. Может быть, кто-то переведет, что это такое. И вот эта вот жидкость. Вот такая голубого цвета. Из-за нее водичка не цветет. Молихли с Каролиной искупаться. Смотри, возле тебя какашка плывет. Наша какашечка. С игры. Поплыли. Никто больше с нами не хочет купаться. Мы сами. А ты плавать будешь или нет? Да. Поплыли. Водичка хорошая, тепленькая. За целый день водичка нагреется под этой, под крышкой. И можно купаться вечером. Давай-давай, плыви. Окей, один. Давай. Только не касайся до дна. Плыви, плыви, плыви. Мы решили пойти прогуляться. Бонни взяли с тобой. Пешочком. Вот уже домой обратно идем. Каролина на роликах. Зашли, взяли конфетки на заправку. Каролина устала, ее на буксире уже тащит. Каролина. Ты устала? Да. Ну-ка, дай мне конфетку одну. Бонечка тоже устала. Сейчас придем, она спать ляжет. До самого вечера. Бонни, водичку. Во. Ну, теперь. Мы уже ей голову намочили. Не, не хочет она пить. Нет, хочет. Кто не хочет, то хочет. А тут пшеничка растет. Она уже, смотрите, какая золотая. Золотистая, золотого цвета. Вон там, подальше, она уже золотого цвета. Ну, Каролина. Думаю, что мне так тяжело она села. Чуть-чуть осталось. Пошли пришли, почти пришли. Можно туда тоже прогуляться. В лесочек. А здесь, скорее всего, посадили кукурузу. Я так думаю. Смотрите, что происходит. Хорошо, что мы успели до дома дойти. Просто ливень. Это буквально через минут 10, как мы вернулись домой. Вот такое вот. Такое вот случилось. Представляете, если бы мы там оказались? Там же ни одного дерева нет, чтобы спрятаться. Вот это поливает. Пойдем купаться. Тут просто встань под дождик. Ты искупалась. Столик помоется заодно. Вот это да. Так бы мы попали под этот дождик. Я тут решила слепить пельмешки. Перекрутила мясо. И вот здесь у меня лук. И тесто у меня сейчас стоит немножко. Я начну лепить. В общем, как ровно вырезать такие вот кружочки. Вырезала с бутылки. Диаметр, по-моему, 5. 4,5 или 5. Это немножко побольше. Это на варенике 6,5. И теперь вот сейчас попробую. Буду вырезать такие вот ровные кружки. Чтобы не раскатывать каждый. У меня они все равно неровные получатся. А эти будут ровненькие. Так, ну что, в итоге эта формочка сильно маленькая для меня. Пельмешки были вот такие вот прям. Это я буду до завтрашнего дня буду лепить их. Поэтому я сделала вот такой большой. 6,5 сантиметра диаметра. А, хорошо. Вот. Тут вот меленькие. И они вот эти вот немножко побольше получаются. Так вот лучше. Так я быстрее сделаю. Вкусная тесто? И Каролина мне помогает. Конечно, вкусная. Да, мне нет. Вот. Ты хочешь сырое тесто? Нет. Так, все. Вот так вот я нарезаю. Такие вот кружочки. И Каролина мне помогает лепить уже. Ей захотелось тоже попробовать. Это у меня уже старая партия варится. Надо моргуши оставить. Нет. Там у меня еще варится. Время 9.27. Смотрите, как светло на улице. Им как-то непривычно. Они говорят, мам, почему мы ложимся спать, если еще светло? Время-то уже поздно. Завтра вставать рано. Солнышко только садится. Поэтому все уже отдыхают. Я бы тут так посидела, но меня сейчас начнут комарики кусать. Так хочется на улице иногда посидеть. Но комаров здесь. Либо нужно чем-то укрыться. Что ты заглядываешь тут в дверцу? Не пускает тебя никто. Не пускает. Занялась глажкой и увлеклась. Вот эти стопочки погладила. Вот эту стопку Каролина погладила. Сегодня у меня такая разгрузка. Все. А жарко стало. Посижу, немножко отдохну. Дети уже спят. Завтра рано вставать. Повяжу немножко. Сейчас еще посижу. Так что и завтра буду монтировать влог утром рано и выкладывать. А на сегодня буду заканчивать. Всем пока. Спасибо за просмотр. И увидимся в следующем влоге. Пока.